Власти Польши в одностороннем порядке приняли резолюцию о продлении эмбарго на импорт украинского зерна. Киев может обратиться в арбитраж ВТО. Лидера КНДР Ким Чен Ина встретили на станции Хасан в Приморском крае. В Кремле заявили, что переговоры с Путиным состоятся на днях. В Ливийской дерни обнаружены более полутора тысяч тел погибших. Есть опасения, что жертв катастрофического наводнения гораздо больше. Поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясений районах Марокко не прекращаются, но все реже удается найти выживших. Совет министров Польши принял резолюцию о продлении эмбарго на импорт украинского зерна после истечения срока ограничений на уровне Европейского Союза 15 сентября. В польском правительстве заявляют, что таким образом защищают аграрный сектор страны. Наблюдатели полагают, что правящая консервативная партия «Право и справедливость» стремится привлечь к своей текущей кампании избирателей-фермеров. По словам премьер-министра Матеуша Моровецкого, Польша не может допустить дирегулирования рынка. Во вторник еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Вайцековский поддержал продление эмбарго. В Киеве В Киеве рассматривают одностороннее продление запрета как нарушение правил общего рынка и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина обратится в арбитраж ВТО, если Польша будет блокировать экспорт. Продолжение следует... В переговорах примет участие министр обороны Сергей Шойгу. Путин во вторник выступил на Восточном экономическом форуме. Отвечая на вопрос, изменят ли что-то поставки самолетов F-16 в Украине, он заявил... Вот поменяло это до сих пор. Вот они уже давно, англичане, поставляют эти снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Вот они собираются F-16 поставлять. Поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт. В Пекине, комментируя визит Кемчинына, заявили, что Китай и КНДР также углубляют двустороннее сотрудничество. По данным разведки США, Россия и Северная Корея обсуждают поставки оружия и технологий. Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине отправится с визитом в Китай. Как заявил Ватикан, кардинал Матео Цзупи пробудет в Пекине три дня со среды по пятницу. Подчеркивается, что главная цель визита — помочь вернуть украинских детей, вывезенных в Россию. Ранее Цзупи уже проводил переговоры с президентами США и Украины, а в июне был в Москве, где встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест, а также арест российского президента Владимира Путина. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей в Россию. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест, а в последний месяц украинский президент Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день, что 1,000-1,500 русских сгибистов были подписаны контракты для военно-милитарии каждый день. Как много русских тропов в Украине? Украинский главный интеллигент, спокс-персон, Медженер Вадим Скибицкий, сказали, что русский милитарий укрепляет более 420,000 милитарий персонал в Украине. That does not include Росгвардия, Russian National Guard, and other military units and structures. Thus, this number does not fully reflect Russia's total forces involved in the war in Ukraine. Ukrainian and UK military officials reported on the 11th of September that there could be more coming. The UK Ministry of Defense reported that the Russian military intends to recruit 420,000 contract personnel by the end of 2023. The Institute for the Study of War has previously assessed that this number likely includes many volunteers who are already fighting in Ukraine and who were forced to sign contracts with the Russian Ministry of Defense by the 1st of July this summer. The UK Defense Ministry says in the run-up to the Russian presidential election scheduled for March 2024, Russian authorities will likely seek to avoid further unpopular mobilization. White people in parallel Число погибших в портовом городе Дерна может превышать 5300 человек. Такие данные привел представителем ВД подконтрольных Бенгази восточных районов Ливии. Проливные дожди, вызванные штормом Даниэль, наполнили вади. Сухие русла сезонных рек прорвало две дамбы, разрушены мосты. Смыло целые кварталы города с населением 100 тысяч. Многих жителей вынесло в море. Спасателям не всегда удается добраться до пострадавших районов по затопленным дорогам. Мертвые повсюду, в море, в долинах, под зданиями, заявил министр гражданской авиации Восточной администрации. В Красном Кресте подтвердили, что число пропавших без вести на данный момент достигает 10 тысяч. Помощь начала поступать в Дерну только во вторник. Правительство в Триполи направило на восток колонны с гуманитарным грузом, бригады врачей, спасателей и кинологов. В район прибыли поисково-спасательные группы из Турции, УАЭ и Египта. Франция объявила о развертывании полевого госпиталя. Операция затруднена политической ситуацией в Ливии, разделенной между двумя враждующими администрациями. Международные спасатели не прекращают поиски выживших после землетрясения в Марокко, но им все реже удается их найти. Поисково-спасательная команда из Испании и Катара работают в отдаленных районах Атласских гор. Первые подземные толчки были зарегистрированы на юге Марокко ночью 8 сентября. В результате землетрясения погибли около 3 тысяч человек, более 5,5 тысяч получили ранения. Спасение пострадавших, находящихся в труднодоступных районах, требует дополнительных усилий. Эвакуация вертолетом иногда является единственным способом доставить выживших в безопасное место, где им смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Продолжаются авторшоки. С момента землетрясения по стране их уже зарегистрировано более 25. В Маракеше король Марокко Мухаммед VI посетил раненых в городском университетском больничном центре. Власти королевства подверглись критике за то, что приняли лишь ограниченную иностранную помощь, тогда как спасатели на местах выбиваются из сил. Но правительство заявило, что не хочет идти на риск и вызвать дополнительный хаос, собрав в ограниченном пространстве слишком много народа. Пострадали многие здания в историческом старом городе Маракеша. Построенные из древнего сырцового кирпича, они оказались слишком уязвимы перед лицом сильных подземных толчков. Около 85% домов разрушено. В некоторых случаях люди живут на улицах целыми семьями, боясь вернуться в еще сохранившиеся дома. Война в Украине, пандемия COVID-19, изменение климата. Когда речь заходит о важнейших международных событиях, мы нередко слышим о проблемах и вызовах, стоящих перед глобальным югом. Термин «глобальный юг» появился более полувека назад, но получил широкое распространение лишь после распада Советского Союза. В последние годы в академических публикациях и новостях он употребляется все чаще. П Thornton «глобальный юг» Developing countries, countries looking to express their own sense of international affairs and strategy that doesn't always have to be made in the North. I think that it should be used with a certain amount of careful thought and some discrimination. There's no question that the term Global South is an important rallying cry and embodies a sense of dissatisfaction with established international institutions that embody the geopolitical interest or the economic interests of Western powers. My problem with the Global South is that it's such a catch-all phrase, encompassing more than 130 different countries in the world, that it doesn't really do justice to the incredible heterogeneity and diversity of the countries that the label purports to describe. Эксперты отмечают, что некоторые страны пытаются использовать глобальный юг в своих интересах для усиления влияния на международной арене. Так, в начале этого года Индия провела виртуальный саммит под названием «Голос глобального юга» с участием представителей более 120 государств. Большую заинтересованность проявляет и Китай, который уже давно инвестирует в страны Африки, Азии и Латинской Америки. Частному детективу Артуру Бренду передали небольшой синий пакет из Икеа. Трудно себе представить, но его содержимое стоит от трех до шести миллионов евро. Это картина знаменитого художника Винсента Ван Гога, украденная из музея в Нидерландах три года назад, во время пандемии. Артур Брент, которого называют Индианой Джонсом, мира искусств, сыграл ключевую роль в поисках. Картина «Весенний сад» относится к раннему периоду творчества Ван Гога, и ее похитили из музея в 2020 году. В ходе расследования, в котором Артур Брент тесно сотрудничал с местной полицией, были установлены личности грабителя и покупателей шедевра. Последний передал детективу картину. Она уже благополучно вернулась в музей.